Чебоксарский индустриальный парк продолжает расширяться. На земельном участке с уже подведенными инженерными сетями инвесторы локализовали завод по выпуску турбокомпрессоров. Инфраструктуру к цехам проложили за счет бюджета. Это одна из мер поддержки бизнеса. Это третья площадка, которая открывается здесь. Поэтому хочу пожелать хорошей работы, хороших партнеров, развивать бизнес здесь, на Чувашской земле. А мы в лице правительства, в Министерстве экономики будем всячески помогать вам. Хороших успехов. Локализовать бизнес инвесторам предлагали и в свободной экономической зоне Алабуга. Но условия работы в индустриальном парке Чебоксар предпринимателям подошли больше. Главное преимущество – удобная логистика. На самом деле для нас это чудно, что без всяких взяток, без всяких проволочек, без каких-то проблем мы взяли землю, спокойно начали строиться и сдали в эксплуатацию. И никаких препонов, по сути, нам не чинил никто. А наоборот, еще больше помогали. То есть мы за это очень благодарны. На самом деле инвестиционный климат в Чувашии очень здоровый. Именно здоровый. У нас несколько заводов в разных странах, и нам есть с чем сравнивать. Для нас очень важно быть рядом с клиентом. На новом заводе наладили выпуск сразу ста моделей турбокомпрессоров для бульдозеров, комбайнов, грузовых и легковых машин. Среди постоянных заказчиков продукции – крупные автоконцерны страны СНГ. ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ, БелАЗ и ГАЗ. Там, где есть маломальский спрос, мы сразу даем конструкторам разработку турбокомпрессора, и мы его изготавливаем. Вначале изготавливаем средний корпус, то есть первоначальный – это средний корпус. А потом уже начинаем изготавливать турбину, если есть спрос на турбину. В основном это вторичный рынок. Здесь представлены виды литья, то есть то, что мы льем. Вот это, например, сейчас заказан на Челябинский тракторный завод. Сервомеханизм. Вот мы его сейчас берем, мы его будем ставить на наших станках, обрабатывать и отдавать готовые места. Производство частично перенесли из Украины. Группа компании «Турбоком» была основана 20 лет назад в городе Мелитополь. Но все эти годы для бизнесменов именно российский рынок оставался целевым. На новом заводе в Чебоксарах намерены наладить выпуск импортозамещающей продукции. На данный момент мы переносим частично производство турбокомпрессоров с Украины сюда. Только те, которые пользуются спросом именно в Российской Федерации частично. Мы все-таки воздействуем на Европу. В том числе Казахстан и Беларусь мы грузим сейчас с Российской Федерации. То есть для нас это очень удобно, быстро и очень хорошо. Мы работаем с крупными компаниями. Сейчас вы увидите, здесь находятся представители ГАЗа, КАМАЗа, МАЗа, Ярославского моторного завода. То есть мы работаем с крупными заводами, как и с крупными заводами, так и с более мелкими фирмами, предприятиями. Спрос на продукцию большой. Турбинными двигателями оснащают свыше 70% автомобилей. Около 20% рынка турбокомпрессоров мы забираем сейчас в Российской Федерации. Дело в том, что мы делаем национальные продукты, вы сегодня увидите. То есть локализация на сегодняшний день 80%. И мы будем стараться ее локализовать как можно больше. Задача властей республики – формировать максимально комфортный деловой климат. Стимулировать бизнес должен и недавно принятый членами Кабмина и уже утвержденный Госсоветом законопроект. Этим документом в правительстве региона установили налоговые льготы для производителей, создающих новые рабочие места. Проектом закона данная форма государственной поддержки предусмотрена для инвесторов организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики не ранее, чем за три года до дня подачи заявления. А также организациями, зарегистрированными за пределами Чувашской Республики в отношении их обособленных подразделений на территории Чувашской Республики, имеющих отдельный баланс. И привлекающих инвестиции на сумму более 50 миллионов рублей. Право на применение налогового вычета предоставляется организациям в рамках реализации инвестиционного договора. Проектом закона устанавливается ставка налога на прибыль в размере 8,5% вместо 17. Сумма вычета не может превышать 50% расходов на приобретение основных средств. Предоставляется в отношении основных средств, ранее не бывших в употреблении, и, как уже было сказано, на сумму более 50 миллионов рублей. Только в индустриальных парках столицы региона намерены создать порядка полутора тысяч новых рабочих мест. В ближайшие годы здесь должно быть открыто еще более 20 предприятий. Субтитры создавал DimaTorzok